Всем большой привет! Сегодня сразу три популярных рецепта овощной икры на зиму. Баклажанной, огуречной и кабачковой. Каждая из них хороша по-своему, поэтому обычно я закрываю всё, причём по несколько порций. Приятного просмотра! Первый рецепт. Вкуснейшая икра из баклажанов. Берём 1 килограмм 600 граммов баклажанов и нарезаем их произвольными ломтиками любого размера. Помещаем синенькие в миску, добавляем 1 столовую ложку соли, хорошо перемешиваем и оставляем на 20-30 минут, чтобы выделился сок. Вместе с ним уйдёт лишняя горечь. В это время подготавливаем остальные овощи. Полкилограмма лука нарезаем мелкими кубиками. 300 граммов моркови трем на крупной тёрке. Дальше разогреваем сковороду, наливаем в неё 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха, высыпаем туда лук, обжариваем его до прозрачного состояния минут 5-7. Добавляем морковку и продолжаем жарить всё вместе ещё 5-7 минут до мягкости моркови. За это время баклажаны пустили сок. Теперь промываем их холодной водой и откидываем на сито. Пока с баклажанов стекает вода, очищаем от семян 350 граммов сладкого перца и нарезаем его небольшими кусочками. Полтора килограмма помидоров освобождаем от сердцевины и разрезаем на несколько частей. Затем подготовленные овощи пропускаем через мясорубку с крупной решёткой, чередуя их между собой. В получившуюся массу высыпаем остывший жареный лук с морковкой, перемешиваем и отправляем на плиту. Ждем пока овощная масса закипит и варим ее на умеренном огне 40-50 минут до испарения жидкости. Дальше даем содержимому миски немного остыть. Еще теплую массу с помощью погружного блендера превращаем в пюре. Добившись нужной нам консистенции добавляем к овощам 25 граммов соли, 50 граммов сахара, 1-2 грамма черного молотого перца, столько же красного острого перца, 5 граммов сладкой паприки, 1-2 грамма молотого кориандра и хорошо перемешиваем. После чего начинаем овощную массу снова постепенно нагревать на небольшом огне. После закипания варим 10 минут при постоянном помешивании. Через 10 минут добавляем в кипящую массу 50 граммов пропущенного через пресс чеснока, 15 миллилитров 9 процентного уксуса, хорошо размешиваем и продолжаем варить еще буквально одну-две минуты. Затем раскладываем икру в горячем виде по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках, ссылка также есть в описании под видео. Заполненные доверху банки прикрываем крышками, закатываем, переворачиваем и даем так полностью остыть. Из указанного количества продуктов у меня получилось 6 пол-литровых баночек. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Второй рецепт. Очень вкусная огуречная икра. Переросшие огурцы очищаем от кожицы, затем натираем их на крупной терке. Если у вас обычные зеленые огурчики, их чистить не нужно. Дальше перекладываем огуречную массу в сито и даем стечь лишнему соку. У меня чистый вес огурцов получился 1 килограмм и 200 граммов. Пока сок стекает, подготавливаем остальные овощи. Натираем на крупной терке 300 граммов моркови. Отдельно трем на этой же терке 300 граммов помидоров. 300 граммов лука нарезаем мелкими кубиками. Из сладкого перца удаляем семена и нарезаем его небольшими кусочками. Чистый вес перца должен тоже получиться 300 граммов. 30 граммов чеснока мелко рубим ножом. Точно так измельчаем кусочек острого перца. Теперь разогреваем сковороду, вливаем в нее немного рафинированного подсолнечного масла, высыпаем туда лук и жарим его минут 5-7 до мягкости. Затем такую же процедуру повторяем с морковкой. Дальше обжариваем 3-5 минут сладкий перец. И в заключении помещаем в сковороду с маслом тертые огурцы. Жарим их минут 10 до испарения жидкости. Все обжаренные овощи перекладываем в широкую подходящую для варки посуду. Добавляем туда тертые помидоры, 15 граммов соли, 50 граммов томатной пасты, хорошо перемешиваем и отправляем на небольшой огонь. С момента закипания тушим овощи 20 минут. Через 20 минут добавляем в овощную массу 5 граммов сахара, измельченный острый перец, рубленый чеснок и продолжаем варить еще пять минут. Затем даем получившейся массе немного остыть. Еще теплые овощи превращаем в пюре с помощью погружного блендера. После чего доводим икру до кипения и варим ее на медленном огне ровно 5 минут. В конце добавляем 20 миллилитров 9% уксуса. Хорошо перемешиваем, сразу раскладываем по стерильным банкам и закатываем. Из указанного количества продуктов у меня получилось две пол-литровые баночки, одна 200 граммовая и еще осталось немного на пробу. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Третий рецепт, та самая икра заморская, кабачковая. В первую очередь нарезаем все овощи, кабачки небольшими кубиками, лук полукольцами, морковку соломкой. Затем разогреваем сковороду, вливаем немного подсолнечного масла и отправляем туда лук. Жарим его до мягкости, добавляем морковку и жарим все вместе еще минут 5-7. Прошло 7 минут, наши овощи обжарились, теперь выключаем огонь и перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю. Туда же высыпаем нарезанные кабачки, выливаем оставшееся масло, хорошенько перемешиваем все, включаем средний огонь и ждем пока закипит. Прошло где-то минут 10, овощи пустили сок, почти полностью покрылись им и закипели. С этого момента засекаем время и будем варить ровно 1 час. В процессе приготовления содержимое кастрюли время от времени перемешиваем. Варим на медленном огне. Крышку плотно не закрываем, оставляем место для выхода пара. Через час добавляем в кастрюлю томатную пасту, разравниваем ее по поверхности овощной массы. Накрываем кастрюлю крышкой, все так же не плотно. Оставляем немножко для выхода пара и продолжаем варить еще 20 минут. За это время несколько раз перемешиваем. По истечении времени добавляем сахар, соль, паприку, черный перец и красный острый перец. Перемешиваем хорошо и варим еще 2-3 минуты. Затем снимаем кастрюлю с огня и превращаем овощную массу в пюре с помощью погружного блендера. Теперь добавляем уксус, перемешиваем и возвращаем нашу ликру на огонь. Кипятим еще 10 минут. Время от времени не забываем мешать. Готовую икру разливаем по стерильным баночкам, накрываем стерильными крышками и закатываем. Закрытые банки переворачиваем вверх дном, накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусно икра из овощей на зиму в трех вариантах готова. Выбирайте на свой вкус. Если вам понравились рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!